Страницы истории сквозь призму и иконописи. В Краснодаре прошел необычный урок патриотизма для школьников, организованный некоммерческой организацией «Творческий союз иконописцев». Подробнее о добром начинании в сюжете наших коллег. Конец 2016 года в Краснодарской средней школе номер 10 ознаменовался интересным событием. Некоммерческая организация «Творческий союз иконописцев» провела здесь очередной урок патриотизма. Состоялось мероприятие благодаря гранту администрации Краснодарского края на осуществление проекта «Духовно-патриотическая выставочная программа «Духовная сила России». Разработали ее председатель организации София Мачигина и ее заместитель Александр Соловьев. Сегодняшнее мероприятие – это проведение уроков патриотизма с девятью казачьими классами, действующими в 10-й общеобразовательной школе Краснодара. Наша программа рассчитана на шесть выставок передвижных, которые будут на территории муниципальных образований Краснодарского края проходить. Целевая аудитория – это кадетские, казачьи классы. Плотно сотрудничают православные иконописцы с городскими казачьими обществами. На торжественное открытие выставки собрались представители администрации Центрального городского округа, атаманы казачьих обществ, представители Кубанской епархии Русской Православной Церкви, с которой Союз иконописцев также имеют плотное сотрудничество. На торжественную линейку внесли знамена, а затем ученики казачьих классов исполнили три гимна – «Россия», «Кубани» и «Краснодара». Краткую, но проникновенную речь произнес замглавы Центрального внутригородского округа Краснодара Александр Звягинцев. В жизни каждого человека должна быть вера. Без веры жить на этом свете очень тяжело. С верой наши деды и прадеды защищали нашу Родину. С верой наши отцы поднимали нашу страну. Затем выступали директор школы Лариса Петровна Швачко, атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Валерий Катко и другие гости школы. По окончании линейки урок патриотизма продолжился уже в форме выставочного экскурса в историю страны. Организаторы решили показать ребятам основные вехи истории России через иконописные образы. Следует особо отметить, что программа посвящается приближающемуся столетию начала мученического подвига семьи царственных мучеников и страстотерцев и столетию явления иконы Божьей Матери «Державная». Кроме этого, руководитель Творческого союза иконописцев София Мачигина провела с казачатами мастер-класс по русской традиционной иконописи. Нерукотворный. Слышали такое название? Образ Спасителя. Да, Образ Спасителя, конечно же. Еще по-другому называют Спас на Убрусе. Пожалуй, это была не менее увлекательная часть духовно-патриотической программы организаторов этого благородного мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok